Вячеслав Николаевич, доброе утро! Как настроение? Настроение отличное! Ждем, встречаем гостей. Мы год готовились, мы не могли подвезти губернатора. Все сделано на 100%. Хлеб, соль и утренний кофе. Так Ленинск-Кузнецкий встречает гостей, прибывающих на главные кузбасские торжества по случаю Дня Шахтера у новой стелы на въезде в город. Это сооружение шахтерский копер, движение колеса на нем и горящая звезда – символ работы угледобывающего предприятия. Уголь идет на гора. Первая шахта, положившая начало руднику и развитию города, была открыта в 1883 году и названа «Успех». 130 лет прошло с тех пор. Кольчугинский рудник сегодня самый крупный не только в Кузбассе, но и в России. Я по этой дорожке через Ленинск-Кузнец, пожалуй, раз пять уже проезжал. И сегодня я имел такую радость. Дорогие мои земляки, с добрым утром, солнечным и с праздником, с самым красивым праздником на этой земле, главным праздником. Это же родной город, поэтому, ну, наверное, с периодичностью, раз в две недели я бываю в городе. Как вам изменился он? Изменился. Я должен отметить, очень много работ, которые производились, и активное участие горожан, это, конечно же, радует. Я уж не говорю о строителях, которые со стороны, но свои работали. Поэтому, конечно, город изменился в лучшую сторону. Мне это приятно, для меня это самый главный праздник, потому что я из семьи шахтеров. Делегации почетных гостей, а это заслуженные горняки, их земляки, руководители угольных предприятий Кузбасса, после небольшой экскурсии по Ленинску-Кузнецкому возложили цветы к монументу на аллее шахтерской славы в знак уважения к героическому шахтерскому труду. В 2008 году, к 125-летию, рудника была выдана на гора миллиардная тонна угля. Этот рекорд подземной угледобычи с одного рудника не побит до сих пор. Несомненно, заслуга шахтеров, заслуга и администрации, и личная Аман Гумира, заслуга всех. Это не было бы поддержки простых людей, не было бы рекордов никаких. Все вместе, и семьи, и дети, все от одного зависит. На площади ДК имени Ярославского сегодня развернулась настоящая ярмарка мастеров. Сюда съехались художники, гончарных дел мастера, берестянщики, кузнецы, резчики по дереву со всего Кузбасса. Свои творения они демонстрировали Ленинск-Кузнечанам и гостям города прямо на обновленной площади перед ДК Ярославского. Здесь же на площади молодожены репетируют вальс. Через полчаса им предстоит танцевать на площади перед тысячами глаз. В угольном регионе уже традиция. День шахтера – это день свадеб. Что ни жених, то горняк. Я шахтер. Я вообще сейчас учусь в техникуме, практику проходил. Сейчас опять на учебу выйду, потом опять на практику поеду, а там уже окончательно. Наш горный техникум? Да. Работаю на шахте, поэтому решил свой брак заключить именно в этот день. Приятные для молодоженов минуты – праздничный бал и поцелуи. В свадебном вальсе на площади закружились 135 пар новобрачных. Это небывалое для города количество свадеб, сыгранных в один день. Рекордным это число стало и для областного празднования Дня шахтера. Семья – это тоже святыня. Это начало-начал. Это своего рода крепость, которая хранит, оберегает во все времена. Нет ничего дороже, поверьте мне, крупной, дружной, крепкой семьи. В праздник принято дарить подарки. Дорогие молодожены, сегодня все вы, все 135 молодых семей получите по 50 тысяч рублей от нас, администрации области. И хочу напомнить, что всем, кто желает, кто нуждается в жилье, мы выдаем льготные ссуды на жилье. Без процентов, без первоначального взноса, сроком на 20 лет. Поверьте мне, такого времени нет. На сегодняшний день в Кузбассе действуют 63 шахты, 57 разрезов, 49 обогатительных фабрик и установок с производственной мощностью по добыче угля, 245 миллионов тонн в год и 166 миллионов тонн по переработке. На предприятиях трудится около 109 тысяч человек. Заслуженным горнякам заслуженные награды. Сегодня около тысячи шахтеров были удостоены медалей и орденов, почетных званий и благодарностей. Среди них Ленинск-Кузнечане, Иван Казаков, бригадир шахты имени Кирова, Александр Авхимович, бригадир проходчиков шахты Рубана, а Сергей Хорошилов, руководитель шахты имени Рубана, стал лучшим директором угледобывающего предприятия года. Этот год для Ленинска-Кузнецкого, столицы Дня шахтера 2013, стал рекордным. В ходе подготовки к торжествам здесь отремонтировали и построили около 600 различных объектов. На подготовку к празднику за год направлено более 1 миллиарда 120 миллионов рублей. А сейчас в город не едешь. Ну, красота. Ну, красота просто. Я хочу поблагодарить нового города. И Слав Николаевич, ты нас не подвел. Лесебные команды. Знаешь, одно дело. Водку ты за столом сидишь, там речи. Ура! Другое дело, черновая. Другое. И ты вот молодец. Мне все понравилось. Понимаешь, ты вот с любовью отнесешься. Вот можешь по дежурному. А ты вот с любовью подошел. И это главное для головы города, чтобы людей любил, детей любил, тогда автоматом всего тебя пойду. Плюс же здесь есть опыт, плюс профессионализм, и ты нас не подвел. Хотя и после нас ты еще будешь вкапывать и вкапывать и доводиться до конца. Тебя спасибо. Губернатор Кузбасса вручил главе Ленинско-Кузнецкого Вячеславу Телегину орден «Доблесть Кузбасса». Следующий день шахтеров Кузбасса отметят в Новокузнецке. Об этом стало известно еще в начале июня. Сегодня губернатор Роман Тулеев в торжественной обстановке передал символ Дня шахтера 2014 исполняющими обязанности главы Новокузнецка Сергею Кузнецовым. Кульминацией областного празднования Дня шахтера в Ленинске-Кузнецком стала любимая шахтерская песня. Ее сегодня пел весь Кузбасс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова